Здравствуйте любители новинок в мире цифровых технологий. 28 апреля была презентовано ожидаемое многими Xiaomi Mi 6, обзор которой мы хотим вам сегодня представить. Итак, приступим. На лицевой стороне упаковки смартфона нанесен только логотип бренда. Внутри положили сам Mi 6, блок зарядки, USB Type-S шнур, скрепку для извлечения сладка сим-карты и небольшой сюрприз. Покупателю достается фирменный силиконовый чехол, который надежно защищает аппарат от падений. Аксессуар смотрится достаточно стильно, он не портит внешний вид устройства и даже придает ему более серьезный вид. Mi 6 и преследуют новые тенденции постепенного искоренения устаревших 3,5-мм разъемов. Чтобы прослушать музыку, придется искать гернитуру с соответствующим штекером или пользоваться переходником из коробки. Такое радикальное решение было объяснено желанием освободить драгоценное место под новые технологические решения, в частности влагозащиту. Но тут дела обстоят не совсем ясно. На презентации заявили, что Mi 6 не боится брызг. Но какому стандарту влагозащиты он соответствует, так и не сказали. Переднее и заднее панель устройства скруглены по всем краям металлической кромки. Несмотря на столь гладкий корпус, смартфон вполне уверенно лежит в руках, не норовя выскользнуть. Под 5,15-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, плотностью пикселей 401 единица на дюйм, расположен сканер отпечатков пальцев. Ранее ходили слухи о возможном сканере сетчатки, однако недавняя презентация их опровергла. Над экраном разместился разговорный динамик, модуль фронтальной 8-мексельной камеры и индикатор событий. Снизу USB Type-S и две симметричные решетки. Под левой скрывается микрофон, под правой мультимедийный динамик. Слева слот под две сим-карты. Возможности расширения памяти с помощью microSD здесь нет. В левом верхнем углу сдвоенный модуль 12-мегапиксельной камеры со вспышкой. Обе камеры не выступают над корпусом, как у iPhone 7 Plus. Использование такой конфигурации предполагает двойной оптический зум, умное размытие заднего фона в кадре и множество других сопутствующих вещей. Также присутствует четырехосевая оптическая стабилизация. На видеороликах теперь намного меньше искажений даже при тряске смартфона. Производительность. Новый Qualcomm Snapdragon 835 почти на треть миниатюрнее и энергоэффективнее аналогов. Максимальная тактовая частота чипсета 2,45 ГГц. По уровню производительности Mi 6 можно смело поставить в один ряд с недавно выпущенным флагманом S8 от Samsung. Единственный недостаток – слегка ощутимый нагрев на задней части после нескольких часов игр. Аккумулятор внутри Mi 6, батарея на 3350 мАч. Продолжительный просмотр видео, фотографирование, соцсети плюс пару часов игрушек составляют примерно 20% зарядки аккумулятора в конце дня. Для флагмана это вполне неплохой показатель. Присутствует режим быстрой зарядки. 10 минут у розетки дадут еще пару часов автономности. Ну и наконец цена на данный смартфон будет варьироваться от 363 до 435 долларов в зависимости от объема памяти и корпуса.